Всем большой привет! Всем привет! Мы сейчас находимся в Москве, и сегодня наша копилка высоких башень пополнится, потому что именно сегодня мы поднимемся на Останкинскую телебашню в Москве. Ура, товарищи! Кстати, я вычитала, что эта башня даже выше, чем новый небоскреб Маханахон в Таиланде, который считается самым высоким в Таиланде. На него нам подняться не удалось, потому что там еще ведутся отделочные работы, он еще не функционирует, туда не пускает. Но вот сегодня мы поднимемся на нашу знаменитую красавицу. С нами ребята Аха и Полина. Привет, ребята! Вообще Останкинская башня считается самой высокой в Европе. И я всегда мечтала, 10 лет я в Москве всегда мечтала попасть на эту башню, но ни разу. У меня так и не получилось. Вот, надеюсь, сейчас у нас все получится, мы получим массу впечатлений. И для меня это будет вторая башня после Эфелевой, на которую я поднимаюсь. И, кстати, ребята, важный момент. Здесь обязательно при подъеме нужно показать документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт или водительские права. Ксерокопии или фотографии на телефоне не работают. И мы должны были подняться сюда час назад. Но забыли Саше и паспорт дома. И нам пришлось, хорошо, Полина позвонила, попросила. И нам перенесли сеанс на час. Вы знаете, на самом деле, почему я хотела в 5 часов вечера? Я думала, что будет темнеть. Ага. И чтобы мы застали и светлое время, и темное время. Как выглядит, какая панорама. Но я так понимаю, что темнеть стало позже. И сейчас как раз таки все, что не делается, делается к лучшему. Надо быть, кстати говоря, за час до предполагаемой сеанса. Потому что надо оформить документы, получить пропуск. В общем, это не все не так быстро делается. Для взрослого билет на Останкинскую телебашню полторы тысячи рублей. Для ребенка 750 рублей. Беременные женщины не допускаются. Да. Ого. Дискриминация. Как ты думаешь, нас будут водить по залам и студиям, где снимали знаменитые передачи? Я не знаю, на самом деле. Я даже не знаю, чего ожидать. Единственное, что я знаю, что там есть такой крутой ресторан. И я знаю, что там есть прозрачный пол. И там дико страшно из-за этого. Но посмотрим. Посмотрим. Единственное, нам сегодня не очень повезло с погодой. Метель. Метель. Не было метели. Вчера ясное, чистое небо. Солнечный день. Ну вот, в погоде не прикажешь. Поэтому уже если наметили себе посещение башни, должны довести ее до конца. Но зато не сильно холодно. Вот снег идет, но нет такого пронзительного холода, как был вчера. Ну смотри, мы в Москву видели. Минус 19 градусов. В Москву видели ясную. Да. Теперь в Москву снежную. Ты же мечтала снежки слепить? Да. А, он не липнет. Ничего, завтра все. А, как обычно это бывает. И сможем что-нибудь слепить. О, я люблю останки. Это район останков. Ну все, входим. Сейчас будут проверять нас. В общем, здесь очень серьезная система охраны. Проверяется прям как в аэропорту. Во многих аэропортах такой проверки нет. Я вообще в шоке. И даже вот эта система тебе не выйти, не войти. В шоке это стратегический объект. Ну да, но все равно. Я даже не думала, что так все серьезно. Да, проверяется прям. Безопасность, третье всего. Но это радует за то. Мы в полной безопасности. Как оказалось, передачи снимают в телецентре. Это вон то серое непримечательное здание. К сожалению, к Малахову мы сегодня не попадем. А я все думал, как они умещают все студии в башню. Саша уже подготовился к проакционным вопросам. Мне нравится такая погода. Да, погода клевая для прогулок. Крепит снежок, как снег. Ой, как песок в Таиланде. Да. На пляже, где такой чистый песок, ты идешь... На короне. На трахмал, да? Не на короне. Там поющий пескень скрипит. Ну да, бывает. Где-то скрипел. На Симеуанах. На короне. На Симеуанах скрипит, да. Проходим, проходим. Вот можете посмотреть на график работы. И что не разрешается к проносу на телебашню. Экскурсия включена в стоимость билета. Так что имейте в виду, если плохая погода, прямо на кассе можете сказать или позвонить, что хотите перенести. И вас спокойно перенесут на другое время. Мы прошли второй КПП. Паспорт покажите, вещи снимите, сумку положите. О, все так сложно. И мы думаем, почему сюда нельзя беременным женщинам? Я не знаю. Либо из-за облучения, мелкое облучение, либо нервяки, чтобы эти не приходить. Вот летом вообще клевая панорама. Надо будет сюда летом еще подняться. Все, мы уже заходим в саму башню. Наконец-то, что здесь у них. Здесь у нас информационное табло, которое показывает высоту башни, что где находится, смотровая, балкон. Можно почитать. У нас, кстати, в экскурсе еще так много времени. Я не знаю, что мы будем тут делать еще 45 минут. Ветряные потоки? Да, показывают, как ветер обдувает башню. И, видимо, как учли это при строительстве. Температура воздуха. Температура под литражом. Как они все прикольно придумали. Вот смотрите. Здесь все так технологично. Я не ожидал, если честно, то, что будет так круто здесь. Приятно, приятно. Да, молодцы-то, что. Что там? Диджей? Вот здесь есть возможность послушать сканирование Останкинской телебашни. Это в реальном времени шумы, вот эти волны утраспуковые. Ух ты. Там реально очень крупные. Какие-то дельфины. А вот можете посмотреть, какие виды открываются в других телебашень, в других странах и городах. Здесь есть табло. И самая популярная передача на ТНТ идет во вторник. И называется «Света с того света». Это как раз про меня. Можно так назвать канал, кстати. Я думала, как назвать канал «Света с того света». И у меня такая, знаете, магическая шапка. Шапка. Я колдую. Со мной не шути. Средсклонусная часть маке. Слушай, а мне почему-то так, что нас вот сюда поведут. Возможно. Нет еще. Давайте посмотрим, что нам здесь показывают. А, вот оно что. Интересно. Скорее, скорее, дайте мне монетку, монетку, монетку мне. Клевая. Смотрите. Ну, крутяк, да. Такая памятная. Сейчас посмотрим, какой лифт здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Поехали. Поехали. Уже. Это противоположный снег изображена схема с голубым грибунком. Она позволяет отслеживать, в какой части башни мы находимся. Останки, в скоте башня, это лучшая места, чтобы увидеть Москву от края по краю. Добро пожаловать в Киевом. Доброе утро. Доброе утро. Вау, вау, вау. Там уже технические этажи такие. Серьезные. Там уже высота. Нет, обязательно понадобится всем для открытого балкона. Не знаю, как на кипочку пометиться. Они не отлично урон роботики. Детель будет выдувать, только иногда я переоткрою, или, соответственно, сквозня. Вот это колесико раскручиваете, закручиваете, фиксируете себя на голове, чтобы она раскручивалась. На момент постройки она стала самым высоким сооружением на планете Земля, высотой 540 метров. Грандиозное и невероятное сооружение. Почему же это такое грандиозное? Во-первых, конечно, высота. Самая высокая постройка на 67-й год. Нет, что-то даже видно. Ух ты. Обалдеть. Нет, вид, кстати, нормальное. Нормально видно. Если нормально. Я и сказал, что это нормально. Почему? Нормально может быть. О, мой Бог. Вон, вон этот центр. Там же, да? Нет, это там. Там, вон, где-то справа. С другой стороны. Сейчас прикинь такую. А с другой стороны. А представь ветер. Здесь одежда наши сумки. Представь ветер еще сейчас. А надо сделать такой аттракцион, прыжок со станкой скриваешь. Давайте круг, круг. А, туда круг нельзя сделать, да? Вокруг. Можно, почему? Нет, там закрыт. А, давай вот сюда выйдем. Саша, ты это тут снимай, Саша. О, а что? Саша, не иди туда. Саша, не иди туда. Саша, не иди туда. Вот, нормально, кстати. Саша. Что? Иди сюда, пожалуйста, вернись. На землю? А, боже. Знаешь, как мне страшно. Свет, там решетка. Хочешь поставить, там видно землю? Да, цинкованная на 3 миллиметра слость толщина. Я еще... Они нас что, не впустят, 2 часа обратно сюда? Ну, как будто, знаешь, люди так тягачки. Разомаху сюда пустят. Ух ты. Сейчас ему страшно. Смотри наверх. Ой, ах, выйди, посмотри наверх. Что вообще так выйдет? Я вижу, верю. Лед лампочки, а издалека как экран. Должно выйди. Хай, реваник у вас. Не хватит? Прикольно. О, что такое? Тихо, тихо, что это было? Тихо, 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 ты сразу зайди в помещение. Что происходит? Откручь его, откручь его. Ну, ребятки, пойдемте дальше. Я думаю, там выше будет интереснее вид. О, вы не пошли. Вы высоты выйдете, что ли? Можно нам признаться, что ли не говорится. Сзади у вас схема башни и голубой индикатор, который поднимается в нашу кабину. Движемся со скоростью, также мы с вами 7 метров в секунду. Поднимаемся на 337-й метр. 348-й метр это максимальная отметка, куда поднимается лифт. Так, а следующее все смотровые будут закрытые, да? А у вас все, последняя смотровая. Из-за того, что сильный снегопад, как будто в облаке в легком вы находитесь, но в ВДН-х вот видно, подсвечивается каток. Чуть дальше секция стеклянного пола, стекло 9 тонн на квадратный метр ударной нагрузки выдерживает. Вышел айтбокс, они отнесены с панорамой за окном. Мы с вами вышли на северо-восток. Туда дальше, соответственно, будет юго-запад. Мультимедийным комплексом все можете пользоваться. А здесь фотография, а там по панораме. Чуть дальше сток администратора, там по лестнице спуск в ресторанный комплекс. Первый этаж кафетерия, ниже кафе, ресторан. После опять поднимаетесь на смотровую, спуск вниз только отсюда. Лифт каждые 7-10 минут ходит, девушка администратора в микрофон объявляет. Верхнюю одежду можете здесь на вешалочках оставить. Тут сотрудник службы безопасности. А, все, можно с вами себе? Да, вы уже гуляйте, наслаждайтесь паром. Ура! Хорошего вам вечера, до свидания. Спасибо, до свидания. Да, спасибо, очень интересно. Мне понравилась экскурсия. Она была небольшая, но очень информативная, емкая. Девушка потрясающе рассказывает. Рассказала истории из жизни, когда был сильный ветер и пришлось несколько часов стоять на смотровой площадке и ждать, чтобы заработал лифт. Потому что, когда сильный ветер, он превышает какую-то допустимую отметку. Лифт не работает. В общем, было интересно, совершенно не напряжно. И на этой смотровой площадке, несмотря на то, что выше, не страшнее. Вот сюда я не смогу, наверное, встать стеклянный пол. Прикольно было узнать, что идея создания такой формы башни была навеяна женским платьем в горох. Вот так же. Так что башня у нас девочка. Не смотри на Сажу, смотри. Это так? Давай руку. Это так? Давай мне руку. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ой, что? Давай. Ну, я так к жизни отношусь. Когда-нибудь я села, а не умру. И никогда не знаю, когда это случится. Все, постояла. А знаешь, как это значит? Да, бесплатно в постоянии видно. Неужели, где мы были, во всех странах, где мы были, они платные. Кинь монетку, тогда мы уже смотрели. Слушайте, вы в России. У нас самая лучшая страна в мире. На самом деле, вообще ничего не видно. Сравните Стамкинскую башню с Цефилиевой внутри. Так комфортно в Останкинской башне, так хорошо. Мы так замерзли. Я думаю, из-за того, что плохая погода, мы не сможем разглядеть город. Но на самом деле, все видно. И я очень рад, что мы все-таки решили подняться. Снег не испортил вид. Известные люди, посетившие Останкинскую телебашню. Смотрите, какой вид открывается вечером, летом. Здесь у них шесть экранов и картинка объединена в панорама. Свет, помнишь, мы были в башне Минара в Каумпуре? Да. Там вообще не так технологично. Да. Хотя деньги за вход берут бешеные просто. Да, да, где-то здесь. О-о-о. Интересно. Мы установили все башни. Мы выиграли. Ура. О, башня. Здесь сувенирный магазин. Шоколадки, футболки. Любите магнитики? Вот, кстати, да? Открывашка. Мы сейчас с Сашей здесь гуляем. И вместе приходим к выводам. На основании увиденных нами башень в разных странах мира. Нам показалось, что Останкевская телебашня интереснее, чем Байок Скай в Бангкоке. И чем Минара в Каумпуре. Да, и чем Минара в Каумпуре. Во-первых, здесь все очень классно оборудовано. Во-вторых, здесь несколько площадок. Есть открытое, есть за стеклом. Цены очень классные. Здесь нет степотворения. Тоже это плюс. Очень много недорогой сувенирной продукции. Еще здесь есть ресторан и бар. Вот чего нам не хватало во многих других башнях. Так что наши молодцы еще в те годы шагнули в череде планеты всей. 67-й год. 540 метров. Это была самая высокая башня вообще в мире. Наши тогда уже смогли просто в сердце сделать специального состава бетона. Конечно, когда вот так смотришь на нее со стороны, думаешь, она такая тонкая, такая шпиль торчит такой длинный, высокий. Но когда посмотришь фильм, когда погуляешь здесь, понимаешь, насколько это великое сооружение. Не только для тех времен, но и для сегодняшнего времени. Сувениры стоят копейки 100-200 рублей. Помнишь, сколько стоили сувениры в Минаре в Калампуре? Просто там дерут так, что невозможно ничего купить просто. Потому что это не стоит того. Здесь 100-200 рублей. Сейчас веду съемку. Блогеры номер один в России. Группа Вечное Лето. Желающие принять участие в съемках, подойдите к первому лифту. Один есть. Хороший у вас съемка. Ой, спой песни Киркоро. Обалдеть, я встала на швовке. В этом же было так, подождите. Можно вот так. Смотри, снимай, снимай. Вот, стой. И как тебе ноги разъезжают. Быстро как-то, знаешь как? Это как в этом эффектах. Не, 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 вот так. Если я буду здесь через 40 минут, я сделаю оборот. Тебя разорвем, да. Так, если одну ногу прикрутить сюда, и сюда вторую, и пытка такая. Ты знаешь, как? Да, да, да. Ты теперь так, подождите, подождите. Ты так теперь. Пытка такая. Да, да, да. Такой тренажер. Смотрите, насколько у меня ноги разъехали. Ты не уходи только. Они были вместе. Снимай за сколько минут. Давай. Снимай за сколько минут. Так через полчаса. Нет, нет, нет. Как сделать растяжку? Нет. Как сесть на шпагат за 10 минут? Смотрите, я постановлю. Все, у нас новый режиссер. Садись. Ты ноги вместе ставь. Ну, а мне. Нет, вот рядом параллельно. Ну, я уже вот, они стояли параллельно. Нет, ставь, блядь. Саша, это режиссерская идея. Это надо, надо реализовать. Новая съемка. А ты включай play и говори, что... Слушайте, а голова кружится от этого. А стулья бьются током, по-моему. Смотрите, как прикольно здесь сделан ресторан. В стуле ты сидишь, смотришь на город, любуешься, и он крутится. У тебя панорама будет 360 градусов. Ты сидишь, потягиваешь там котельчики, чаечек. И наслаждаешься видом. Блин, ну насколько все умеет. Берем. Это обалдеть. Вот. Ну что, мы сюда идем? Да, идем. Что такое советский садик? Да, давай. Что такое советский садик? И... О-о-о-о! Я буду... Я буду... Пирожок буду. Давай цены посмотрим. Что цены здесь есть? Давайте. О, а вам еще смотреть. Давайте я быстренько скажу. Круассан с шоколадом 200. Пирожок с мясом 80. С грибами 80. С рыбой 80. Кекс 100 рублей. Чего? Все есть, все есть, смотри, фрилку. Ягодный, фруктовый чай. Ахи, нет, ахи-колу с пирожками. Ах, класс, класс. Джек Дэниелс, смотрите, 400, 300, чилос 600. Я буду... Можно попить пирожок. Пирожок, пирожочки, капуста. Цены, кстати, как сказать, не низкие, ну, например, 80, 100. Такие уже 450, но это термису. Доступные. Апельсиновые 300. Пряник даже есть. А там... Нет, цена очень хорошая. Кекс 100 рублей. Булочка 70 рублей. Нормально. Шоколадная глазурь 50. Термису, конечно, это такое. Эклеры по 50, лимонная тарталетка по 50. Блин, четко здесь вообще все сделано. Ив, так мало людей. Да. Мало, наверное, потому что... Мы еще летом сюда сходим. Да, сейчас не погода, поэтому... Ну-ка. Он тоже крутится. Вот, вот это уже тему. Какого снегопада... Нет. Кафе, это кафе, не в ресторан. Желаете присесть? Надо нанять Аху. Нашим промоутером сделать. Смотрите, люди сидят, ахают. Вообще, Аху, ты будешь нашим... О, здесь прям, здесь прям уже все цивильно. Симпатичненько. Здрасте. Это действительно все зарезервировано? Или вы так зарезервировано, да? Рыбная сорти 1300 рублей. Телятина под соусом и сунца 1050. Также есть салаты. Из запеченных овощей 450, семгой 1000. Стейк на гриле 2950. Десерты штрудель Останкино. Наверное, вкусные. 350 рублей. Вода минеральная. Кока-кола 150. Соки 150. Ну, вот такое красивое меню. Скажите, а как вам попасть, если мы не хотим на экскурсию? То есть, допустим, просто... У нас это обязательно оплачиваем билет. Это подъем на башню, соответственно, и потом уже спускается к нам в ресторанный комплекс. Ой! Счастливо. Счастливо. Да, я счастлива. В общем, нам здесь очень понравилось. Персонал такой дружный, веселый. Все позитивные. Никто нам слова не сказал, почему мы снимаем. Все, наоборот, были рады, спрашивали про наш канал, обещали подписаться. Проверю. Я удивлен, что никто слова не сказал, что нельзя снимать. Когда подошли к экране, они сказали, все, камеру выключаем. То есть, спокойно, никто не говорит, нельзя снимать. Да, только вот на этих контрольно-пропускных пунктах. Но это понятно, это техника безопасности. В общем, мы все под впечатлением, однозначно рекомендуем это место. Очень хочется прийти сюда еще летом. Мне кажется, было бы классно. Летом здесь будет вообще потрясающий вид. Особенно в ясной погоде. И будет все сравнить. А у нас на это все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если были здесь, делитесь своим впечатлением в комментариях. Вместе в следующих выпусках массачи сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok